Да, давайте маленький кусочек консультации насчет измерения крутизны склона. Спасибо, что задали полезный вопрос. Я сделала просто вырезку из презентации по топографии сначала, где было объяснено, как можно измерить крутизну склона по карте. Наверное, помните, разбирали в свое время. На карте есть разные способы изображения рельефа. Самый часто применяемый способ горизонтали. Изображены горизонтали. Тут видно, где пологий склон, где крутой склон, где горизонтали чаще крутой склон и так далее. Наверное, еще что-то есть на рамке карты. Скажите, как вы могли бы измерить крутизну склона по карте? С помощью чего? Помните что-нибудь на эту тему? Народ. По горизонталям, по отметкам. Ну, по отметкам можно высоту измерить, а крутизну. Ну, вот это, скорее всего, знает Юля Леонова, которая задала этот вопрос. Ну, по космосу и горизонтали. Это H на L получается. Альфа – это, значит, разница высот, деленная на расстояние. Ну, как бы, или можно там рисовать квадратики и померить, я так понимаю, тем же самым компасом. Ну, да, Юль, большое спасибо, это как раз мой способ. Топограф не знает, удивительно. Напомню. Нет, скорее всего, знает, но не вспомнил, что это применимо здесь. Значит, официально ответ такой. Есть такое понятие заложения. Вот это в презентации по топографии у меня все написано. Заложение – это разность высот двух соседних горизонталей. Ну, вот на предыдущем рисунке между 140 метрами и 150 метрами, например. У меня очень маленькие стрелочки, да? Вот здесь 140 метров, а вот здесь 150 метров. Между ними разница 10 метров. Значит, заложение 10 метров. Ну, или его также называют высота сечения. Вообще говоря, на карте должна быть шкала заложений. То есть такой вот график, он на следующий слайде нарисован, да? Такой вот график с кривой линией. Вы, может быть, видели. Вот эта вот кривая линия, она называется шкала заложений. И как ей пользуются? Ну, если люди дорогу строят, им надо часто противную смирять. Они пользуются шкалой заложений. Берется циркуль, ну, или, в общем, что-нибудь, чем вы можете измерить, длину отрезка и зафиксировать. Прикладывается этот циркуль, этот же раствор циркуля к шкале заложений. Ну, то есть, сейчас другим цветом я веду. То есть, сейчас вот так. Вот эта синяя палочка должна быть равна вот этой синей палочке. И тогда внизу на шкале заложений видна кортизна склона. Вот здесь вот. Вот, и это как бы чисто официально. Типа, чем вы должны уметь пользоваться, если у вас на карте нарисована вот такая шкала заложений. Наверняка вы ее где-то видели. Возможно, только на учебной карте. Вот, пока понятно. Да, или нет. Вы можете в чат писать плюс, если вы не можете говорить. Скажите или напишите плюс. Понятно. Понятно, спасибо. Вот, а если нет этой шкалы заложений, ну, не обрезана на карте, да, или карта напечатана с сайтом на карте ми, там ее и в помине нет, например. Или она такая, что не охватывает настолько крутые склоны, которые вам нужны. То, Юля, большое спасибо, все правильно совершенно было предложено. Ну, то есть, чтобы найти крутизну склона, ну, например, вдоль вот этого отрезка, который здесь еле видно, к сожалению, розовым изображен, да, нужно узнать, сколько мы прошли по горизонтали и насколько мы поднялись по вертикали. Ну, на этой карте была длина стороны квадратика километр, ну, будем считать, это где-то треть квадратика. По горизонтали прошли 300 метров, поднялись на 150 метров. От толстой до толстой по 50, 50, 50, 50, 150 метров. Возьмем, нарисуем это на клетчатой бумаге 300 метров вперед и 150 метров вверх, да. У вас получится, вот этот угол, это и есть угол склона, который вам надо узнать. Возьмите его, просто измерьте чем-нибудь в градусах, компасом, например, на компасе есть градус. И вы будете знать, сколько тут градусов, и все. Вот мне этот способ больше всего нравится. Ну, или, да, или действительно вы можете вычислить тангенс, там, противолежащий катет поделить на прилежащий, найти арктангенс и тому подобное. Да, вот это маленький лайфхак, как получить угол 30 градусов, да, простите, бестолковая картинка. Сейчас кинуть. Нарисую желтым толстым, да, если нарисовать по горизонтали 5 клеточек, а по вертикали 3 клеточки, то вот тут получится угол 30 градусов. То есть, если катеты 5 и 3, то острый угол меньше, будет 30 градусов. Вот даже если это запомнить, то можно примерно соотнести ваш угол больше 30 или меньше, и сильно ли больше или меньше. Даже так можно понять. Ну, или, да, я говорю, если очень хотите, вот можно запомнить, ну, хотя бы, наверное, вот эти три значения тангенса. 25, 30 и 45 градусов, да, и пытаться приблизить ваш угол, тангенс вашего угла, приблизить этими значениями, понять приблизительно, чем равен этот угол. Ну, да, и если даже все эти используют, то еще более точно. Ну, он же нам не нужен совсем точно, да, он с точки до 5 градусов вполне достаточно. Вот, это что касается карты. Ну, и еще раз напомню, что его можно просто взять и измерить в градусах с помощью компаса. Вот, достаточно наглядно про карту. Ну, если все молчите, значит, наверное, понятно, да. Так, и что мы можем делать на местности, да, давайте вспоминать. Вот вам склон, да, пример фотографии, которую не надо помещать в отчет. Вот, ну, это просто склон, да, ну, не было у меня толковой фотографии с того участка, поэтому я поместила хоть какую-то. Вот тут, если посмотреть, тут даже люди нарисовывают такого маленького размера, идущие по этому склону. Это был, по-моему, Архыз, 2017 год, перевал Речебст, с южной стороны. Ну, неважно, вот, короче, склон имеется, вот на нем человек стоит, да. Что может сделать этот товарищ или другие участники группы, чтобы примерно оценить кортизм склон? Ну, допустим, нету там карты. Ну, если бы это было в Подмосковье, такой подробной карты нет, именно на этот участок. Ну, все равно, на карте все равно это все усредненно. Вы хотите оценить кортизм именно этого участка, это нужно оценить как-то, находясь там. Надо взять палку и перпендикулярно переть склон. Да, 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 как вариант подвесить груз, да. Надо крупнее писать, да. Еще чего можно сделать? Приобрести эклиномер. Еще раз. Эклиномер. Да, да, я слышала понятие эклиметр. Да, смотри. Да. Спортмарафоне. Да, да, про это следующие слайды, да. Ну, еще, мне бы первое в голову пришло другое. Да, подвесить груз, это имеется в виду взять палку, вот так вот подвесить, да, очень большая палка. Да, а кто-то другой рядом стоит и смотрит, чему равен угол между этой палкой и горизонтальным направлением. Ну, приблизительно. Да, вот. Нет, 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 не здесь. Угол между горизонтальным направлением и склоном, да. Ну, да, да, криво рисую, думаю, понятная идея. Да, узнать угол между этой палкой и склоном и дополнить до 90 градусов. Ну, я говорю, моя, мне пришло бы что-то более простое для начала в голову. Совсем вот прям простое. Просто визуально оценить. Да, на глаз оценить, да. Ну, то есть просто это наметать глаз и запомнить, что вот такой циклон – это где-то 25 градусов, такой циклон – это где-то 30 градусов, такой циклон – это где-то 45 градусов. Но 45 градусов – это предельное, что ногами ходится. Может быть, начинающему кажется, что это 90 градусов, а на самом деле 45. У меня в моем первом походе, где еще описание надо было писать, как ни странно, ни с того, ни с сего, да, у меня был самый замечательный метод. Вот стоишь и прикидываешь, да, ну вот чему равен вот этот угол между горизонтальной плоскостью, плоскость склона. Ага, мне кажется, 60 градусов. Делишь на 2, значит, на самом деле, наверное, 30 градусов. На самом деле, очень хорошо работает. Почему-то. Вот сейчас КТМ проводили, да, там тоже один из вопросов был на КП, на ориентирование оценить кортизму склона. Наши участники правильно угадали, а школьники из 26-го кадра, ну, наверное, они никогда еще этим не занимались, можно ответить на такой вопрос. Да, они сказали первое, что пришло в голову, и действительно оно было в два раза больше, чем надо. Вот так вот. Так, ну и так, сейчас неправильно я сделала. Вот так надо сделать. Сейчас. Вот так. Так, вот насчет того, как измерить, я хочу объяснить более подробно. Ну, если вы подвесили палку, вы тоже на глаз оцениваете, да? Да, я слышала, что он называется эклиметр, может, как-то иначе пишется это слово, посмотрю еще раз в словаре. Ну, мне кажется, что так оно пишется. В общем, транспортир, короче говоря, с грузиком, с помощью которого можно измерить крутизну. Вот, например, возьмем транспортир, ну, если мы в Москве дома у нас есть, или в магазине купим, да за дырочку подвесим груз на ниточке. Ну, груз лучше не один карабин, там, я считаю, что-нибудь побольше, хотя бы несколько карабин, чтобы от ветра не колыхалось. И вот, да, если люди стоят на склоне, да, вот обратите внимание, когда верхняя часть этого транспортира горизонтально, да, никакого склона нет, да, груз показывает на 90 градусов, вот эта ниточка, да. А если ее направить вдоль склона, да, для этого надо поставить, ну, ниже или выше по склону второго участника и навести вот эту горизонтальную часть, нацелить на него. Ну, чтобы вы знали, чтобы вы уверены были, что эта горизонтальная часть транспортира более-менее параллельна склона. Вот, и тогда ваш груз немножко отклонится от 90 градусов, да. Вот, я надеюсь, понятно из картинки, что вот этот угол, на который он отклонится от 90 градусов, это и есть крутизна склона. Ну, потому что вот этот угол равен вот этому вот углу, как углы с перпендикулярными сторонами, они равны. Ну, например, здесь груз ушел на 30 градусов от отвеса, ну, значит, и склон где-то 30 градусов. Понятно? Народ, понятно объяснило? Скажите, напишите плюс. Да, вот, вы можете сказать, откуда в походе транспортира, да, я, честно говоря, довольно редко беру такой прибор в поход. Один раз мне пришло в голову нарисовать его на клеточках. Когда-то тоже школьники не верили, что склон 30 градусов, мне надоело им доказывать. Я взяла и нарисовала на блокнотике из описания. Вот представьте себе, что это блокнотик, разворот, да, вот это вот посередине это сгиб блокнотика, да, ну, вот здесь я отмечу точку, сюда я буду груз подвешивать. Ну, вот провожу горизонтальную линию. И дальше нужно как-то разметить, насколько может отклониться этот груз. Вот какие-то линии провести сюда, да. Ну, пользуясь теми же идеями про 30 градусов и треугольник с катетами 3,5, да. Значит, провожу линию под 45 градусов. Ну, это, я думаю, всем понятно, как делается. Потом, да, вот здесь вот катеты 5,3, и получается, ну, вот тут, конечно, получается угол 30 градусов, да. И если вы согнете листик пополам, вот так вот, да, ну, и чтобы вот эта линия на 30 градусов совпала с серединой, с центральной линией блокнотика, да, то у вас получится 15 градусов. Вот, вот она, ну, вот эти линии все, да, и еще для удобства рисую с обеих сторон. Вот это и есть мой самодельный эклиметр, да, осталось подвесить груз за эту пырочку и пойти измерять склон, да. Ну, что я, собственно, и сделала. По-моему, даже на тренировке как-то раз делали, это было давно и как-то коротко. Ну, вот, короче, точно так же, как можно было подвешивать транспортирует, точно так же возьмите блокнотик, найдите его на голову вашего товарища, посмотрите, насколько груз отклонится. Ну, если он не попадет в точности в 15 или в 30 градусов, ну, приблизительно, да. Ну, вам же и надо приблизительно. Ну, вот, пожалуйста, у вас значение крутизных склонов. Насколько ушел грузик от отвеса, это и будет значение крутизных склонов. Вот, достаточно наглядно? Да, вполне. Да, ответила я на вопрос? Ну, вроде да. Вот, да. Да, ну и да, опять же, конечно, можно и палку подвесить, только надо со стороны смотреть, да, да, быстрее всего на глаз оценить. Ну, если вам нужно то и дело записывать крутизных склонов блокнотик, то, конечно, проще на глаз оценить. Ну, на привале-то, ладно, там какую-то отдельную часть можете поменять. Так, все, да? Вот. Так, все, да.